МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Балих. Смотрите выпуски. Изменения в правилах ПДД. Знак инвалид теперь выдают, а не покупают. Лжи инвалидов станет меньше, парковочных мест больше. Доступная медицинская помощь. В Сарапульском районе строится новый ФАП. Дом дружбы народов отмечает первый юбилей. Уже 10 лет он объединяет разные национальности республики. И цирк в подарок. В Удмуртии начались представления для первоклассников. Зрителей ожидается 20 тысяч. В Удмуртии тоже возможно землетрясение. Сегодня такое заявление сделали геологи в ответ на очереду неожиданных землетрясений у наших соседей в Башкирии и Челябинской области. Новости о сейсмической активности в Уральских горах облетели сегодня всю страну. Эпицентр находился в Катаф-Ивановском районе Челябинской области. Это в 130 километрах к востоку от Уфы. Землетрясение магнитудой 5,6. Толчки ощущались не только на территории Башкирии, но и в Свердловской области. Наша редакция задалась вопросом, а возможно ли такое в Удмуртии. Ответ нам дали на кафедре геологии Института нефти и газа УДГУ. В принципе и у нас возможны слабые землетрясения до трех баллов. Удмуртия находится на достаточно устойчивом массиве. Это русская платформа, которая также испытывает медленные колебательные движения. Начинает накапливаться напряжение в недрах, в жестком теле, которое рано или поздно, достигая критической величины, разряжается. Эксперты считают, что землетрясения возможны как на севере республики, на территории Красногорского, Юкаминского, Шарканского районов, так и вдоль Камы, большая часть долины которой заложена в глубинных разломах. Однако вероятность подземных толчков крайне мала, да и магнитуда в три балла вряд ли будет замечена жителями. Сейсмических станций в Удмуртии нет, потому и официальных данных о наших землетрясениях тоже не имеется. А вот еще одна громкая новость. Знак «Инвалид» теперь будут оформлять по новым стандартам. В России утвержден новый порядок получения опознавательного знака для транспортных средств. Выглядеть теперь он будет по-другому, а привычные ранее желтые наклейки изымут из свободной продажи. Нововведение Елена Абуховская. Управляется на себя, получается, газ, от себя тормоз. Свой автомобиль Сергей Веретенников переделал специально под себя, и уже полтора года ровно столько его водительским правам колесит по дорогам. У Сергея ДЦП. По закону он вправе повесить вот такой желтый знак на лобовое автомобильное стекло и оставлять машину на специальном парковочном месте. Но свободны такие редко. Тут парковки есть, но в вечернее время даже они заняты. То есть, если бы машины были со знаками, то вопросов не было. Но получается так, что парковки заняты, а знаков нет. И непонятно, инвалид это или не инвалид. Чтобы правила парковки автомобилей на местах для людей с ограниченными возможностями стали жестче, а хитрецов меньше, в России вступили в силу новые правила получения знака «инвалид». Теперь это не просто квадратная желтая наклейка, которую можно было свободно купить в любом магазине и повесить на стекло, а официальный документ. Его могут выдать только в бюро медико-социальной экспертизы. Внешний знак тоже изменился. На полях появился индивидуальный код, личные данные, а также номер справки, подтверждающий инвалидность. Здесь особенность такая, здесь указан срок определения инвалидности. Номер справки и срок определения инвалидности. Соответственно, знак будет действовать на этот срок. Если гражданин при очередном освидетельствовании не признан инвалидом, реабилитирован, соответственно, действие знака будет уже прекращено. Кроме того, знак «инвалид» будет выдаваться по заявлению и на конкретного человека, а не на транспортное средство. На оформление документов потребуется около месяца. Тридесятка человек в Удмуртии уже написали заявление о получении новых знаков. Все, кто сейчас пользуется транспортным средством, установлен у них обычный знак «Инвалид». При предъявлении документов, соответствующего никаких мер административного воздействия, мы применять не будем. То есть всем будет предостаточно любое количество времени на замену, на приобретение, получение этого знака установленного образца. Стоит отметить, новым знаком «Инвалид» сможет воспользоваться только тот человек, которому он выдан. Следовательно, владелец знака может прикрепить его на личное авто или взять с собой, например, в такси. Елена Абуховская, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Ужевске идет голосование за дороги, которые отремонтируют в следующем году. Опрос общественного мнения региональный Миндор Транс проводит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Из полсотни предложенных улиц каждый участник онлайн-голосования может выбрать пять. Лидеры народного рейтинга будут включены в титульный список ремонтов. И вот, для примера, сегодня с утра у нас было 594 проголосовавших. Слишком много начало поступать обращений по дорогам с промзоной. Промзона, да, она хорошо, да, она тоже нужна, но на сегодняшний день у нас еще с вами проблемы не закрыты по дорогам, именно по социальным. Список, который выставлен на голосование, был сформирован по рекомендациям общественных организаций, ижевчан, и городской администрации. Онлайн-опрос продлится до 14 сентября. Итоги опубликуют на сайте Дорожного министерства и в группе «Безопасные и качественные дороги» ВКонтакте. А в деревне Костино Сарапольского района ждут открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Население здесь стремительно растет, среди жителей больше ста детей, и амбулатория здесь очень нужна. Роман Вагинов подробнее. Здесь мы будем делать процедуры, также прививки детям, взрослым. То есть все население будет охвачено? Конечно, обязательно. Мы будем заниматься диспансеризацией, профилактическими осмотрами. Амбулаторию деревни Костино оснастят современным медицинским оборудованием. Строители уже подключили электричество, воду. Медпункт готовится принять первых пациентов. Этого дня жители деревни Костино ждали долго. Старый ФАП аварийный был закрыт пять лет назад. В ноябре уже должны получить лицензию. И очень большая, конечно, просьба нас поддержать, Министерство здравоохранения, и выделить нам фельдшера по программе «Земский фельдшер». Еще один плюс в том, что у нас имеется детский сад с лицензированным медицинским кабинетом, в котором нет медицинского работника. И поэтому мы эту проблему решим, потому что садик находится в 50 метрах. И помощь будет доступна, и, надеюсь, я качественна будет. Население, я думаю, будет довольна. Деревня Костино находится под самым боком у города Сарапул. Места здесь красивые, и жители активно строятся. Только за последние три года прирост населения составил 100 человек. Так что фельдшерско-акушерский пункт пустовать не будет. По графику будут приезжать и вести прием терапевт, педиатры и узкие специалисты. Новые рабочие места появляются, ну и в связи с этим, соответственно, прирост населения получается. То есть оправданно? Да, совершенно верно, оправданно. А и плюс к тому необходимость этого ФАПа, то есть удаленность от районной поликлиники. Тут порядка пяти километров. То есть добираться пожилым людям, мамам с маленькими детьми, то есть особенно проблематично. Я неоднократно задавался этот вопрос, то есть, ну вот, я очень рад, что этот вопрос наконец-то решился. Решился вопрос и с машинами для скорой помощи из Сарапульской районной больницы. Почти год на службе у врачей вот этот новенький вездеход ПЛАС и еще две газели. Техника оснащена всем необходимым, доедет куда нужно и в дождь, и в снег. Также используем новое оборудование, такое как, например, аппарат ЭКГ с функцией передачи данных на дистанционный пульт специалиста города Ижевска для решения сложных и каких-то спорных вопросов. С 1 августа 2018 года у нас внедрена система АДИС, специализированная автоматизированная система для управления диспетчерской службой. И новый формат работы скорой помощи, и новый ФАП в деревне Костино призвано сделать медицинскую помощь для жителей района более качественной и доступной. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня в Госсовете состоялась первая после летних каникул сессия молодежного парламента Удмуртии. 60 молодых законотворцев собираются уже во второй раз на повестке дня идеи по разработке стратегии государственной молодежной политики и продвижению науки в регионе. Еще одна задача – подстегнуть работу молодежных парламентов в районах республики. Мы сейчас пригласили на сессию делегатов от муниципальных образований, председателей пригласили. И у нас будет ряд мероприятий, которые посвящены этой деятельности. Мы будем объезжать в течение года все муниципальные образования, общаться с ребятами, выяснять, какие у них есть проблемы, какие потребности, чем мы можем помочь, чтобы у них работа закипела. Также на сессии объявили конкурс на лучший молодежный парламент региона. Сразу несколько социальных проектов будет реализовано в Можге и в Можгинском районе до конца этого года. Можгинцы стали победителями федеральных конкурсов и получили гранты на реализацию своих идей. О своих достижениях Можгинцы рассказали на форуме «Сам-2018». Здесь молодые активисты делились опытом и учились писать социальные проекты. Напомню, глава Удмуртии Александр Бричалов призвал активнее привлекать на реализацию социальных инициатив гранты. Пока в лидерах и Гринский район, но с появлением своего акселератора проектов «Вверх» Можгинцы могут наверстать упущенное. Грант на его создание выиграл Андрей Семенов на форуме «Иволга». Сейчас мы выиграли несколько грантов. Это и создание добровольческого ресурсового центра «Волонтер». Это будет такой городской штаб волонтеров в Можге, где будут реализовываться все инициативы добровольческого волонтерства у нас в Можге и вообще в принципе Южного Пуста. Дома дружбы народов. 10 лет. Свой первый юбилей здесь отметили в рабочий день. На торжественном приеме много говорили о планах. У дома, который объедил под одной крышей самые различные национальности, планы грандиозные. Оксана Худякова продолжит. Это внушительное здание, полностью перестроенное из старого заводского ДК, открылось ровно 10 лет назад. Его строили специально для национально-культурных объединений по их же инициативе. Идею поддержал тогда и президент республики. В итоге Удмуртия стала первым российскими регионами, где появился Дом дружбы народов. Сегодня 36 национально-культурных объединений здесь занимаются самыми разными активностями. Это воскресные школы, это самодеятельные коллективы, это самые разные мероприятия, которые мы помогаем и вместе с нашими партнерами готовим. Созданы действительно замечательные условия для того, чтобы конфликтов не было, и для того, чтобы у людей была возможность пообщаться, реализовать свои проекты, реализовать себя здесь. И все это полностью представлено в нашем сегодняшнем имениннике. Сегодня Дом дружбы не просто предоставляет площадки, а сам выступает инициатором различных проектов с акцентом на объединение. Таким стал большой этнографический диктант. Последний писала не только вся наша страна, но и за рубежом. Так появился и молодежный центр «Вместе». На днях он соберет своих единомышленников с различных российских регионов уже на пятую сессию. Многонациональный молодежный центр «Вместе» – это площадка, коммуникативная площадка, где ребята пишут свои социальные проекты, дорабатывают как раз на межнациональную тематику. В прошлую сессию разрабатывали календарь единых действий. То есть это все национальные большие общероссийские праздники. Они придумывали различные акции. Это интернет-акции и какие-то другие различные. И как раз вот эти акции сейчас проводятся в тех регионах, откуда у нас приезжали ребята. Сейчас Дом дружбы становится еще и ресурсным центром, где обучают специалистов из районов и городов республики понимать очень чувствительную тему – национальную политику. Мы понимаем, что основные победы и основные конфликтные ситуации, не дай бог, они складываются именно, как мы говорим, на земле, в конкретном населенном пункте, в конкретном взаимодействии, в конкретном городе, на конкретной улице. И поэтому очень важно, чтобы именно на местах и органы власти, и общественные формирования знали, как с этим работать. Сегодня, несмотря на праздник, много говорили и о планах на будущее. Но временно поздравления нашлось. Сотрудники Дома дружбы не только получили награды, но и сами были щедры на благодарности. Оксана Худякова, Максим Кузнецов, телеканал «Мои в Удмуртии». Тысячи детских улыбок, праздничное настроение и мороженое. В Удмуртии начались цирковые представления для первоклассников. Автобусы с детьми едут со всей республики. Цирк в подарок этой традиции уже 16 лет. В этом году представление посетят более 20 тысяч учеников первых классов. Артисты цирка подготовили 15 праздничных шоу, число рекордное. Это уникальная традиция, такой нет ни в других субъектах, ни в других областях. Это добрая традиция. И вот эти эмоции, которые испытывают первоклассники, ни за что не купишь, ничем не измеришь. Это достаточно затратная статья для бюджета. Это логистика. Детей привозят, их кормят. Но при этом мы понимаем, что в этом году 21,5 тысяча первоклассников. И, наверное, небольшая часть из них сможет в течение последующих 10 лет, или когда вырастет, позволить себе приехать в Ижевск с учетом расстояний и просто сходить в цирк. Специально и только для первоклассников цирковые артисты будут выступать нон-стоп по три представления в день до 10 сентября. В Ижевске открылась выставка, посвященная древнейшей истории человечества в экспозиции и иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. За библейские сюжеты взялись муж и жена, творили вместе, а получилось кардинально по-разному. Художники и преподаватели Питерской академии – это их премьерная выставка. Почему в Ижевске? – выяснил Александр Демидов. В Музее искусств и дизайна УДГУ оживленно. Здесь полторы сотни работ на известные каждому библейские сюжеты. Их авторы – преподаватели Санкт-Петербургской художественной академии Сергей Филиппов и Наталья Спасская. Выставка разделена надвое, как и две части Библии. Работы Сергея Филиппова посвящены событиям Ветхого Завета. Его супруга рисовала истории из Завета Нового. Работы творческие, они очень сильно отличаются. То есть у меня такие они академические, строгие, может сухие с какой-то стороны. А мои супруги и работы светлые и жизнерадостные, наполнены любовью вот именно этого Евангелия. Они цветные. Ну, в общем-то, в этом такое различие и в то же время хорошее дополнение, как противопоставление. На создание этой коллекции ушли годы. Жители Удмуртии – первые зрители этих картин. Художники – выпускники УДГУ. Потому и премьеру выставки устроили в Альма-Матер. А это – гвоздь программы. Три картины, слитые воедино. Они – о древнейшем любовном треугольнике царицы Версавии. Когда царь Давид посылает своего военачальника Урию на передовую, чтобы тот погиб с супругой Урией, Версавией завладеть Давид хотел. Это же надо, чтобы по отдельности каждая работа смотрелась. То есть, например, они могут восприниматься по отдельности. И в то же время, чтобы они между собой три, как триптих, как единое изображение гармонировали. И вот в этом состояла большая сложность. Через месяц выставка уедет в Санкт-Петербург. А в Ижевске первыми зрителями стали преподаватели и студенты Удмуртского госуниверситета. Кроме познания через сюжетную линию всего мирового искусства, здесь еще появляется как бы такая ниточка, которая разворачивается все больше и больше. Потому что какой-то сюжет не совсем ясен. Художники его интерпретировали таким образом. И, конечно же, хочется пойти домой, прочитать, уточнить, о чем здесь идет речь. Впечатляет, вдохновляет. И сама техника, исполнение. Мне нравится эта работа. Почему? Очень необычный план взят. То есть нетрадиционный, так скажем, для изображения святых. Вход на выставку в Музей Института искусств и дизайна УДГУ свободный. Александр Демидов, Василий Хохоряков, телеканал «Майя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok